Я начала про Оралово, да? И про Оралово тоже. Дело в том, что вот эта неспособность и нежелание царского правительства модернизировать русскую промышленность, в том числе военную промышленность, обходилась русским войскам, русским людям большими потерями. Достаточно сказать, что в последнюю русско-японскую войну, которая началась в пятом году, на русскую армию приходило 7 пулеметов, система Максим, кстати, американское изобретение. У японцев было 7 пулеметов на одну пехотную дивизию. И поэтому русская армия, имея двукратный перевес над японской, по численности, она проиграла все сражения на суше, она проиграла все сражения на море. Отношение царя к этому, его окружения, настолько возбудило русское общество, то в России стали появляться самые различные революционные социальные кружки, которые стремились к замене самодержавия чем-то более европейским, более демократическим, более эффективным. И даже скандалы с Распутиным, поражения и скандалы во время Первой мировой войны, когда русский царь очень бестолково руководил армией, и все победы русской армии превращались в тяжелые поражения, они настолько озлобили все слои населения, включая дворянство и мещанство, что пропаганда революционеров, большевиков, ночевиков, социалистов, бундовцев и так далее, она получала все время большую поддержку действиями царя. И, как говорили мне друзья, которые были участниками революции, в том числе Оралов, секретарь Ленина и другие товарищи, связанные с центральным комитетом, участники революции, что своей политикой царь Николай II для победы революции сделал больше, чем Ленин и Тротки вместе взятые. Николай II так подготовил русское общество к необходимости перемен, к тому, что надо менять весь политический строй в России, что поэтому Октябрьский переворот в Петрограде произошел практически без потей.